По ступенькам вниз, но по жизни вверх. Участники бала, получив аттестат зрелости, шли от площади художественного музея к концертному залу «Фестивальный». Выпускницы в бальных платьях, причем отличницы исключительно в белых. Выпускники в строгих костюмах. Все с прическами. Дресс-код этого года, платья в пол, постарались соблюсти практически все. И внимательные педагоги, и растроганные родители. Действительно чувствуешь себя принцессой, и праздничное настроение. Конечно, грустно, что заканчиваем школу, но в то же время все очень хорошо организовано, очень красиво, и это поднимает настроение. К своему первому выпускному балу бывшие одиннадцатиклассники готовились основательно. Шили платье на заказ и разучивали движение бальных танцев. А перед началом бала выпускники загадывали самые сокровенные желания, фотографировались и просто общались с любимыми учителями. Мне школа дала очень многое, и спасибо учителям всем, спасибо директору большое за все, что они для меня сделали. Школу проходят все, как и школу жизни. Именно перед ответственным шагом в новую взрослую жизнь выпускники внимательно прислушиваются к пожеланиям в их адрес. Я думаю, что и у наших выпускников больше уверенности в завтрашнем дне, потому что, прощаясь с детством, каждый выберет свою дорогу. А у каждого будет разная. Мы, конечно, очень хотим, чтобы у каждого эта дорога была счастливой. Думаю, что наши выпускники, выпускники сочинской школы, они самые счастливые выпускники, у них при желании есть хорошее будущее, будущее, которое создано благодаря подготовке к Олимпийским играм. Кто-то хочет стать актером, кто-то хочет стать инженером, кто-то хочет стать президентом. Это все возможно, но к этой цели надо идти. Я хочу, чтобы усилие их, характер, воля их была самонастоящая, сильная. Я хочу, чтобы они были свободными людьми в своем мышлении и понимании, чтобы они были умными, мудримы, чтобы они зависели от самих себя, чтобы они любили свою страну, чтобы они любили свой город, чтобы они помнили своих учителей, чтобы они всегда ценили своих родителей. На сцене фестивального выбрали короля и королеву. По итогам ранее объявленного интернет-голосования победителями стали выпускник школы номер 25 Артем Иксузян и выпускница лицея номер 59 Анна Истягина. Называли и самый дружный класс, и лучший родительский комитет, и лучшего классного руководителя. В концертном зале еще долго не смолкали аплодисменты. Позади уроки, экзамены и выпускной бал. Впереди неизвестность. Но ребята не боятся идти вперед. Большинство из них мечтают, получив хорошую специальность, вернуться в Сочи.